Друзья, всем привет! Решил немножко поностальгировать в детстве. Довольно долго занимался ловлей певчей птицы. Я ее ловил, содержал дома. И сейчас я нахожусь в вот таком месте. Это посадочка. Здесь есть клен ясенелистный, семенами которых питаются снегири. Очень много авторов описывают эту старинную бескромную русскую охоту. Больше всего, конечно, понравился Аксаков. Запомнились его произведения. Так у него, по-моему, называется раздел «Охота до певчей птицы». Как бы неприятно себя чувствовать динозавром. Но, тем не менее, к сожалению, это так. То есть молодежь практически не в курсе, что это такое. Законодательная база у нас своеобразная в России. Ну, я думаю, вы все об этом знаете. Ну и в частности, все что-то как-то запрещено вдруг стало. Ну и, собственно говоря, все, что я буду сегодня делать, это по факту браконьерского. Браконьерские способы лова. А ловить я буду сегодня тенетой. Это старое русское название. В простонародье сейчас называется паутина. Чтобы подманить птицу к сети, я буду использовать электронный монок. Он тоже запрещен. Моя цель не добыть, так сказать. Цель и задача сегодня это получить такое морально-эстетическое удовольствие. Пообщаться с природой. У меня с собой две удочки пятиметровые. Сумочка такая. Это веревочки, чтобы растянуть. Потому что, когда сеть установится, необходимо будет растянуть. Ну и, в общем-то, вот такая колонка есть. То есть, скажем так, можно назвать это электронным монком. То есть, мы вот включаем. И вот, собственно, начинает работать это все устройство. Раньше я вот здесь ставил. Вот тут место интересное. То есть, получается аккуратно. Вот здесь деревце. Здесь деревце. Вот сюда втыкался кол. И дальше вот таким образом я и устанавливал. Но, чтобы ее установить сейчас, здесь нужно, во-первых, поросли появилось очень много. Посмотрел, подумал. И, ну, в общем, не хочется рубить деревья, рубить поросли. Потому что это тоже законом запрещено. У нас, куда ни плюнь, законом запрещено вообще все. Ну и, собственно, не только тут дело в законе. Дело в том, что не хочется сильно напрягаться. Хочется просто отдохнуть, побыть на природе. Послушать птицу. Вспомнить о былом. Потому что, ну, как бы, это веха. Довольно большой промежуток у моей истории. То есть, это было 15 лет, может быть, больше. Покажу, расскажу, как это все делаю. И делаю. И попробуем кого-нибудь поймать. Поехали. Работаем. Так, ну что. Ну, собственно, паутинка, да? Такая компактная штука. Лесочка здесь 209. То есть, это не самодельная паутина. Это фабричное производство. Причем, посажена она тоже была китайцами уже. Так. Ну и где-то вот здесь будет стоять первый кол. Вообще, очень удобно это делать вдвоем. Но так как я всегда один, то пришлось подумать. Теперь остается завязать оттяжки. Вот, вдвоем, конечно, это очень здорово. Вот она расправляется таким образом. И... Сейчас будем второй кол ставить. Собственно говоря, на этом установка снасти и заканчивается. Не знаю, камера передает, нет. Вот они просто в стае. Ну, сейчас будем пробовать. Вот когда видишь этих кружащихся птичек мелких, честно скажу, адреналин вырабатывается. Так, так и верхние. Ну и, в общем, делаем то же самое, что и там. То есть раны. А вот таким образом. Сейчас пойдем, пройдемся по ней, расправим. Ну вот, наверное, снизу вверх сейчас на фоне неба видно. Берем травинки, которые могут мешаться. Все расправим. Сеть установлена. Сейчас поставим манную птицу. Немножко тут еще камеру поднакидаем, чтобы было видно, что здесь происходит. И куда-нибудь удалимся. Будем наблюдать, будем созерцать, будем слушать. Ну и потом что-то, может быть, будем корректировать. Там пугнем, там пугнем. Ну, попробуем. Ну вот, вот. Начинаем видеть уже с двух сторон. Так, ну что, все. Да, конечно, собачки такие чуть-чуть. Ну, не знаю. Другого места не в курсе, где найти. Так, ну, положим куда-нибудь вот сюда. Все, забираем наши вещички и пойдем, пойдем куда-нибудь. Так, снегири интересуются. Он отбился от стаи. И, конечно, если бы была открытка или фотография снегири, а ее можно было поставить на уровне сети, и он бы, скорее всего, попался более быстро и уверенно. А так, не знаю. Ну, реагирует на манок очень хорошо. Вот он сидит и не может понять, откуда этот звук. Смотрит вниз. Так, так. Опа! Опа! Пролетел прямо рядом с сетью. Вдоль сети летят. Так. Сейчас. Опа! Опять пролетел вдоль сети. Надо переставить манок. Отлетел. Полетел самец. Ну, возможно, не то место. Так, ну, пошли. Пробуем сделать вот что. Попробуем. Ну, конечно, вот здесь они летали. Вот в этом направлении. Не знаю, какая-то камера захватила перелеты птицы. Потом посмотрим. Я думаю, что будет правильно вот таким образом сделать. Вот теперь перелет может быть правильным и прямо через сеть. Видите, что я сделал? Вот нижний нижний карман. Я установил чуть-чуть выше него и направление звука. Вот. То есть они оттуда, с той стороны, если будут заходить, будут лететь сюда на звук. Посмотрим. Если подлетать не будут сами, можно будет пойти вот туда. Вот там ясенево видно. Коричневый. Подшуметь. Прошло где-то около часа. Подлетать, подлетают. Ну, то есть реагируют на манок. Но, к сожалению, они двигаются только по посадке. Вот я сейчас как бы стою, вот сзади видно, да? То есть довольно открыто. И посмотрел, куда они спускались. То есть, ну, прям совсем близко к манку. Вот там деревце груша. И вот они под эту грушу спускались. То есть, я считаю, чтобы результат был, надо все-таки идти и, наверное, сделать другое место. То есть сеть надо будет переставить. А они, вот они тут, прямо рядом. Все поставлено. Куда мы будем уходить? Я думаю, что уходить будем теперь в другую сторону посадки. Зачем ничего не будет видно. Сейчас посмотрим, что будет видно отсюда. Да, отлично. Отлично. Кусты просматриваются. Вот тут у нас озимые какие-то озимые. Вот тут у нас собачий шиповник. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Халы вижу. Все вижу. Уходим дальше на периметр. Смотрите, как удобно. Спокойненько. Сейчас корма им наломаем. Значит, как делаем? Чуть-чуть с ветками. Чуть-чуть. Для того, чтобы там пучочек поставить на уровне сети, да? И теперь просто нарвем вот так. Пучками нарвем и набросаем на земле. И прям под сетью это должно сработать очень хорошо. Так-так-так-так-так-так. Так-так-так. Вот. Мы уже возле нашей снасти. Быстренько. Быстренько. Ясень. Быстренько ясень. Есть. Так. Устанавливаем веточки. Удобненько. Так. Так. Дальше. Ну, я думаю, что из той стороны тоже. Чуть-чуть. Вот так. Пониже. Вот таким образом мы делаем такой жирный пучок. В общем, и все. Все. Сделалось, что могли. Выдвигаемся нафиг отсюда. Теперь все сделали грамотно. Вот сеть. Она за мной. Она стоит в кустах. Это как раз то место, куда с недели сами слетали, когда у нас сеть стояла в первом месте. Уходим через посадку. выдвигаемся. Потому что если выйти туда, то не будет видно, что у нас происходит. А здесь, в принципе, довольно неплохо. Вот у нас дубовый веник за спиной. Можно прям в баньку брать и пользоваться. Вот. Сеть у нас находится вот там. То есть, как бы, здесь относительно чисто. А там у нас сгущается кустарник. Подождем подлета снегирей. Я думаю, что-то должно измениться в лучшую сторону. Смотрим дальше. Не переключаемся. Сейчас будем наблюдать. Да, вот они слетают. Отлично. Отлично. Они возле сети. Вот спускается опять на зов манка нашего электронного. Вот. Пошли. Пошли в ту сторону. Вот вижу красавца. Сидит он прям так четко. развернулся к сети. Ну, к сожалению, придется комментировать, потому что я понимаю, что широкий угол обзора экшн-камеры он не передает. То есть, здесь бы, конечно, хорошо подошел какой-нибудь телевичок на зеркалочке или на беззеркалочке. Ну, смотрим. Смотрим. Вот они немножко пуганулись. А сейчас опять пошли вниз. Смотрим. Вот они внизу, как раз в районе сети. Так вот, подлетают еще очень хорошо. Ну, пока они там, нельзя туда идти, чтобы там не происходило. Ну, вот там еще сидят, несколько остались. Подождем. По-моему, все улетели. Так, ну что, пойдем смотреть. Все-таки мы это сделали. Кто-то там висит. Да, это самка. Зато очень наглядно было видно, как они попадаются. Так, смотрим. С какой стороны она. Птичка свободна. Можно уходить и ждать, когда подлетят птицы снова. Подгон легкий такой дал результаты. Поймалась самка. Сделал погромче звук электронного манка. Посмотрим сейчас. Надо поискать, куда делась стая, потому что если она подлетит вновь, то высокая вероятность того, что может все-таки самец попасться. Здесь есть ясень. Ну, не вижу. Все-таки хотелось бы поймать снегиря и как-то вот прям что-то внутри толкает. Надо идти. Вот здесь мы их спугнули в прошлый раз, а сейчас что-то нет. нет здесь никого. Такое ощущение, что снегири просто отсюда свалили. Так, а это у нас синица. Вот у нас в пустах. Так, вот снегирь. По-моему, прилетели снегири, да. А вот падают уже к сети. Вот они посыпались вниз. То есть все где-то вот там находятся. Вижу самца прямо напротив сети. Я его вижу отчетливо. И вот еще один в стороне был. Он может пойти и удариться в сеть, а может вертикально залететь вверх. Поэтому лучше здесь уже ничего не делать. Посмотрим. куда-то в сторону пошли. Да, вижу самца. Вот он поднимается вверх. Два самца. Смотрят в сторону манка. Нет, они пошли наверх. Сверху сети. неужели опять самка? Ну, в любом случае еще подождем, потому что они не ушли. так, а вот еще кто-то спустился вниз. Не знаю, ударился в сеть или нет. да, вижу движение внизу есть. По-моему, да, да, еще кто-то повис. Ребята. Пошла движуха. Куда делись остальные, не знаю. А вот вижу, сверху они сидят. Посмотрим, будет ли кто-то спускаться еще. Ну, нет, они отлетают в сторону. Да, ребята, ребята, да, да, друзья, все-таки я дождался. Цветок зимы, красивейший самец. Давайте посмотрим на него подлиже. Он шел точно на манок. Что в этой охоте бескровной? Думаю, что в ней есть все для того, чтобы человек мог получить адреналин. Такой вот у нас красавчик сегодня попался. Это русская охота. Это охота допевчей птицы, как говорил Аксаков. Мы никого не убиваем, но тем не менее мы получаем очень большое удовольствие от того, когда добиваемся успеха и ловим тот самый желанный заветный трофей. Ну, вот такой вот подарочек нам сегодня судьбой предоставлен красивейший самец. Совсем такой классный. Клюв видно еще грязный, то есть он питался ясенем. Вот. Так что сегодняшний наш выход был не напрасен. Я на этом закончу сегодняшнюю ловлю. Цель достигнута. У нас есть самочка как разминка, да, и у нас есть шикарный красавец самец снегирь. Это был Павел Медянцев. Всем пока. обалденно стало на душе. На душе состояние какого-то такого удовлетворения, радости, восторга. И вот действительно что-то такое отголосок детства вот есть. Потому что на самом деле наша память это удивительная и неизученная вещь. Потому что наша память она подобна флешкам в камерах. Только лишь объем флешек не ограничен. И длина записи это наша жизнь. И какие-то фрагменты мы помним отчетливо, какие-то фрагменты немножко стираются со временем. Ну вот не знаю как у кого, как у вас, не знаю. Но у меня когда вот почему я птиц ловлю? Потому что когда добиваешься успеха, когда утром встаешь, выдвигаешься на ловлю, когда у тебя что-то получается, все-таки добиваешься того, что ты хочешь. Вот реально внутри какие-то такие ощущения, как будто ты вспоминаешь то, что чувствовал много лет назад. Да уже, наверное, несколько десятков лет назад. я так бы сказал, это будет более правдиво. лет назад. лет назад. Немного лет назад! Я с тобой проехал. Я с тобой не знаю, я с тобой я с тобой Продолжение следует...